Если опавшая листва лежит лицевой стороной вверх, быть зиме суровой и холодной. А если рябина почти осыпалась, значит зима будет теплой. Таковы народные приметы. Но каприза погоды в последние годы не предугадать. Вот и ноябрь, который должен быть с минусовой температурой, будет теплым. Виноват циклон из Атлантики. Он проходит по всей европейской части страны. И тут никакие приметы не работают, говорят синоптики. В ближайшие дни в республике бабье лето до плюс 12. Теплая осень накладывает отпечаток и на зиму. Как правило, после теплого октября более чем 78% случаев следует теплый ноябрь. А если после теплого октября и ноября подряд, то также более чем 79% случаев следует теплый декабрь. Количество дней с высокой температурой все время увеличивается. Гидрометцентр России уже назвал предстоящую зиму в розовых тонах. Таким цветом на картах метеоролога покрашивается температурный фон около и выше нормы. Глобальное потепление, оно совсем не исключает тот факт, что наряду, скажем, от зима с сильными морозами, так сказать, должен быть и сильный оттепель и так далее. То есть плюсовые и минусовые аномалии в том и для лета, и для зимы, так сказать, становятся все более и более частыми. Гололедица, сильный ветер, снежные заносы, перепады ведут к катаклизмам. Прошлая зима тоже была нестабильной. Точный же прогноз на предстоящие месяцы дать невозможно. Обычно в это время уже снег лежал, а сейчас единственное смущает ветер холодный. А так, в общем-то, нормально. Для меня лучше, чтобы теплое было. Я хочу, чтобы зима холодной была. Теплой зиму не желаю. У природы нет плохой погоды. Тепло задержится в ноябре всего на пару дней. Вместе с ним придут дожди и ветер порылами до 20 метров в секунду. Устойчивый же снежный покров в республике стоит ждать в конце ноября. Анна Городнова, Вадим Иларионов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.